Далее. Технологии экранного управления процессом. Это еще один способ, как можно договариваться, то есть кодекс, как можно договариваться с сотрудником и каким образом это выглядит. Допустим, есть три сотрудника. Допустим, все сотрудники участвуют в процессе. Вот экранного управления, вот он подразумевается, вот этот экран. То есть экраны — это то место, в которое каждый из сотрудников может посмотреть. И это может быть, допустим, какой-то файл. Или экраном может быть доска, висящая на стене. То есть каждый из сотрудников выполняет какой-то свой процесс. То есть процесс заранее задан, вот процесс, каждый из сотрудников делает свою работу, вот процесс и вот результат, который получается по прохождению этого процесса. И в чем заключается суть технологии экранного управления процессом? То есть управляет процессом не руководитель, который говорит, как и каким образом, что надо делать. И управляет сотрудниками экран. Через что? Допустим, вот этот сотрудник получил сигнал от экрана и сделал свою работу. Он выполнил свою работу и занес эту работу сюда. Сделанная работа вот этим сотрудником на экране для вот этого сотрудника является сигналом. То есть экран дает какой-либо сигнал, какое-то изменение произошло на экране, сигнал для выполнения работы этим сотрудником. Этот сотрудник делает свою работу. И что обеспечивает сигнал этому сотруднику? Этому сотруднику делает свою работу. То есть в результате каждый сотрудник сделал свою работу согласованно, и результат был достигнут. То есть в чем суть и смысл технологии экранного управления процессом? Он заключается в том, что процессом управляет не человек, процессом управляет экран. Через что? Через сигналы. Сигналы появляются сами автоматически после того, как каждый из этих людей заносит свою работу. Процесс заранее задан и регламентирован. В нашей компании, чтобы на примере показать, в нашей компании это реализовано через, мы называем это график производства или производственная программа, можно это также называть. То есть у нас есть проекты, это строительная компания, есть проекты, каждый клиент, это отдельный в Excel, вы видите, это документ Excel, это отдельная строчка. И движение по проекту регламентируется как раз вот здесь. То есть мы заводим проект, после чего в нем определяется сумма по договору, оплачена себестоимость, планируемая фактическая, наша прибыль. И вот здесь вот не вошло, здесь у нас маржинальная прибыль. Таким образом, мы реально в текущем времени всегда видим планируемую маржинальную прибыль на конец месяца. И все сотрудники это видят, понимают. Этот у нас график производства, через него идет управление бухгалтерией. Бухгалтерия понимает, что происходит, какие процессы запущены, понимает, какие документы нужно сделать. Через этот экран мы отслеживаем деньги и приход денег, расход денег. И вообще понимаем, собственно говоря, с какой сейчас рентабельностью в этом месяце мы работаем. И каждый сотрудник видит, что у нас здесь задана точка безубыточности, заданы расходы. И каждый сотрудник видит, мы в этом месяце как двигаемся с запасом по маржинальной прибыли, или мы сейчас находимся ниже точки безубыточности. То есть происходит саморегулирование в компании через экран, такой экран наших результирующих действий в компании. Очень много проблем снялось после того, как мы завели эту штуку, и сейчас каждый день ее, каждый месяц, каждый день ее ведем. Итак, это была третья часть системы бизнес-драйв, кодекс компании. Продолжение следует...